Всем привет! Вы на канале Девайс. Сегодня мы будем сравнивать две бюджетные видеокарты от конкурирующих производителей. Посмотрим, насколько различается их производительность и различается ли вообще. А пока сравнение еще не началось, можете поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если еще не подписаны, и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Для вашего удобства под видео я оставлю все ссылки, перейдя по которым вы сможете посмотреть актуальные цены на момент просмотра. Начнем наше сравнение с конструкционных особенностей. Первой рассмотрим видеокарту от AMD. Она имеет длину 276 мм, что достаточно много, поэтому при покупке данной видеокарты стоит посмотреть характеристики или померить место для видеокарты в своем корпусе. У нее два вентилятора и 8 разъемов питания, чтобы обеспечивать потребляемую мощность в 185 Вт. Радиатор достаточно массивный и занимает два слота PCI. Два массивных вентилятора неплохо справляются с охлаждением видеокарты и ее температура в играх не превышает 70-75 градусов. У видеокарты от NVIDIA меньше длина. Это значит, что она хорошо подойдет для более компактных корпусов, где место под видеокарту ограничено. Как и у конкурента, два вентилятора, но разъемов под питание меньше 6 пин. Потребляемая мощность также меньше 100 Вт, что идеально подходит для малогабаритных корпусов с не самыми мощными блоками питания. Радиатор также большой и занимает два слота. Видеокарта достаточно холодная и такое охлаждение отлично справляется с теплоотводом температуры от чипа и VRM-компонентов. Таким образом, видеокарта остается холодной практически в любых задачах. По поводу разъемов. По количеству побеждает RX 580. Она имеет целых 5 разъемов для подключения. Два HDMI и два DisplayPort дадут возможность подключить мониторы с большим разрешением без потерь качества. Для подключения более старых мониторов предусмотрен разъем DVI-DIM. У GTX 1650 Super разъемов меньше. Всего один HDMI, но целых три DisplayPort. Более старых видеовыходов на видеокарте нет, но пожалуй они уже и не нужны, ведь при покупке новой видеокарты зачастую человек уже обновил остальные девайсы. По характеристикам карты значительно различаются. Обусловлено это разными годами выхода и использованием разных техпроцессов при изготовлении видеокарт. У NVIDIA техпроцесс 12 нанометров, в то время как у RX 580 14 нанометров. Разница незначительная, казалось бы, но это влияет на характеристики. Также стоит отметить использование разных типов памяти. У RX 580 более старый GDDR5 объемом в 8 гигабайт. GTX 1650 Super обладает новым GDDR6 объемом в 4 гигабайта. Кстати, это единственное существенное отличие видеокарт версии Super от обычных. Благодаря новому типу памяти пропускная способность не сильно уступает видеокарте RX 580 с 8 гигабайтами. В целом, смотря на таблицу характеристик, можно отметить, что видеокарта от AMD выигрывает почти по всем показателям у NVIDIA, кроме частот ядра и памяти. Так ли они сказываются на производительности, можно узнать только в тестах. К ним и перейдем. Все указанные результаты тестов проводились с использованием процессора Intel i7-9900K, 32 гигабайта оперативной памяти с частотой 4200 МГц. Игры были установлены на M.2 накопитель. Такое тестовое железо использовалось, чтобы количество FPS в играх не ограничивалось процессором или оперативной памятью. Тесты проводились с ультра настройками графики в разрешении 1920 на 1080 и в 2К. Начнем с относительно новых и требовательных игр. В динамичном шутере Apex Legends лучше себя показывает видеокарта от NVIDIA, но играть комфортно можно на обеих видеокартах. Игра очень динамичная, постоянно сменяющиеся цели и противники, которые появляются со всех сторон, требуют, возможно, большего FPS. Но его легко можно добиться, слегка снизив настройки графики. Не менее динамичная игра, последняя из популярной серии Far Cry, показывает хороший FPS и вполне будет комфортно для полноценного прохождения сюжетной кампании. Нашумевший шутер серии Metro серьезно нагружал даже топовые системы. Обе видеокарты нагружены сверх своих возможностей. FPS чуть больше 30-35 кадров для прохождения сюжетной кампании и фанатов в серии будет достаточно. Ассасин показывает примерно такой же FPS, как и прошлая игра, в целом комфортно. Не секрет, что игры серии Battlefield имеют больший FPS на видеокартах от AMD, и эта игра не исключение. Но и карта от NVIDIA показывает также хорошие показатели. Подводя итоги, можно сделать вывод, что обе видеокарты бюджетного сегмента показывают себя отлично в большинстве игр. Но карта от NVIDIA достаточно новая, на нее еще будет выходить множество драйверов, улучшающих производительность в играх и рабочих приложениях. Последняя игра в наших тестах World War Z. Тут также AMD берет верх по количеству FPS. Возможно, NVIDIA исправит подобное отставание в будущем с помощью драйверов. Актуальные цены на эти видеокарты вы можете посмотреть по ссылкам в описании. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этих видеокартах в комментариях, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.